Дальше сейчас Францишек будет делать презентацию на чешском языке, мы ее решили не переводить, потому что вы видели уже все много раз и презентации, и не это сейчас такая цель и задача, поэтому это текущая работа. Еще раз могу сказать, что мы с Алексеем, да и вообще все наши директора капитала постоянно участвуем в такого рода встречах, и я никогда не отказываюсь, то есть у меня как минимум раз-два раза в неделю, в месяц сейчас практически каждую неделю именно такого рода встречи, потому что это основные инвесторы, это основные, кто сегодня обеспечивает финансирование экотехнопарка, развитие технологий, и самое главное, что интерески в Европе. Растет все очень и очень, буквально на следующей неделе будет конференция, потом через неделю, на сентябрь, вообще там у нас на 16 сентября аж две конференции, я буду в Болонии проводить, Алексей будет в Праге, это самое, потому что уже до этого у нас будет ряд, вот сейчас согласуем, ряд очень командировок, таких переговоров на самом высшем уровне, я когда буду сегодня выступать, я расскажу вам, ну всей аудитории, вы посмотрите, вот, то есть какого уровня сейчас выходят проекты, и на какой уровень мы сейчас уже делаем именно развитие проектов. Поэтому, друзья, где-то сейчас, час, час небольшим будет выступать Франтишек, вот именно тут новичков много и новая информация, которую он дает для своих лидеров, для своих активистов, вот. Ну а где-то через час небольшим, я еще раз, уже когда будет мое выступление и вопросы-ответы, я тогда включусь, там, ну для вас перевод не нужен, но я буду для аудитории говорить уже с переводчиком, там, на чешский, словацкий язык, вот. Так что, друзья, погода, я еще раз говорю, замечательная, за 40, вот, так что вчера мы тут провели очень переговоры серьезные сначала в Братиславе, потом здесь в Брыну, поэтому тут сейчас готовим сейчас большую поездку, именно здесь с очень крупным инвестфондом Словакии в ряды, там, государств Южной Африки, поэтому тоже интересная, как бы, такая работа выстраивается, и тоже все покажем, расскажем, это вот сегодня будет как раз предмет выступления здесь, потому что все, конечно, ждут новостей, все ждут развития, и так как мы хоть и ввели сейчас у нас обязательно вот эти вебинары, мы как раз чешский, словакский, венгерский, итальянский, английский сейчас ввели, наверное, через недельку немецкий, французский, то есть там, где инвесторы сейчас активно, активно, потому что все-таки нехватка, хоть мы и переводим много материалов, но нехватка материалов есть, чтобы быть именно информацией, чтобы быть в курсе, вот, поэтому такого рода встречи очень важны, это, друзья, часть вот нашей сейчас такой повседневной работы, вот, и фактически такие конференции превращаются сейчас в еженедельные, стандартные, потому что это необходимо делать, потому что это как раз придает уверенность людям в том проекте, куда они пришли, куда они инвестируют, какие у нас есть сегодня новости и так далее, вот, ну а начиная со следующей недели у нас уже опять начинается разъездная такая пора, Виктор, сейчас только вот, по-моему, сегодня этапы немного запаздывают, нет, этапы, друзья, нисколько не запаздывают, с десятым этапом все идет по плану, мы просто хотели, думали сначала сразу после Экофеста заменить, но сейчас по разным соображениям, август все-таки у нас идет еще по старому этапу, это не связано с инвестированием, потому что инвестирование у нас растет, все идет по плану, вот, это ряд таких очень серьезных организационных моментов, по которым мы где-то на 2-3 недели сдвинули, какие новости из Индии, друзья, следите за новостями, по-моему, по Индии новости объявили уже все, вот, Виктор, ну сейчас еще Виктор приедет свое запишет, как бы там интервью, как он делает, потому что он, вот, вчера он еще, я знаю, был в Индонезии, летел из Индонезии, как он долетел, да, вот, то есть тут у нас сейчас идут активные переговоры, и готовится встреча уже президента Боливии с Юницким именно по проектам, и как раз в плане подготовки я Виктору обрадовал, я говорю, Виктор, надо лететь презентовать в Боливию, вот, на что он сказал, что нет, уже разорваться невозможно, поэтому действительно, как бы, с тем темпом сейчас идет, сколько у нас готовится вот этих официальных сейчас встреч и официальных презентаций, вот, ну, по мере того, как будет происходить, будем вас информировать, потому что это очень важная работа, будем готовить, будем показывать, будем показывать развитие, ну, как проект, поэтому это, это часть нашей работы, потому что, начиная вот где-то с сентября этого года, основная наша работа будет сосредоточена именно на адресных проектах, на подачи, на презентации этих адресных проектов, ну, естественно, все это будет подкреплено теми демонстрациями, которые будут идти на экотехнопарке, и как раз вот эту всю логику я буду сегодня рассказывать нашим чешским, словарским, венгерским друзьям, то есть, коли переход на десятый этап, ну, да, еще раз сказал, что на десятый этап в ближайшее время, наверное, там, будет объявлено, когда будем переходить, но это произойдет прям вот неделями ближайшими, так что вот, это не переживайте, все идет по плану, даже более того, сейчас в этом этапе, который был, мы запустили еще два новых направления, которые не предполагалось делать, поэтому это ой, что делать, так сказать, сколько всяких долбанутых, так сказать, в это самое, все, друзья, отдыхайте, буду таких вот гадов просто в черный список вносить и все, так сказать, потому что имеете культуру, а если вы дебилы, так сказать, то дебилов я просто ставлю в черный список, не с дебилами общаться, не зачем, все-таки большинство здесь людей, как бы нормальных, которые так, как продвинуть стартап, не знаю, как продвинуть стартап, друзья, мы продвигаем новый проект, который меняет всю цивилизацию, так что, как продвинуть ваш стартап, не знаю, следите за тем, что делаем, и как мы говорим, я пошел как раз в зал, послушаю там, что говорит Франтишик, пообщаюсь с этой, я говорю, друзья, просто уже приезжаешь, вот настолько сейчас вот в конференции стали другого плана, если раньше я приходил, и первое, что мне задавали вопросы, а что вы жункинки, вы не мошенники, что вы делаете, там, вы обманываете людей, то сейчас уже, когда все начинается с демонстрации роликов, которые сейчас замечательно сделали, двухминутный ролик, который показывает уже и анимацию, то, что сейчас сделано, и то, что будет сделано, все вот это вот за две минуты прям все проходит, и когда с этого начинаешь, конечно, это совсем, будет ли Лукашенко в Экотехнопарке, обязательно будет, когда сказать сейчас тяжело, скорее всего, ну, опять, друзья, это большая уже политика, это большая игра, вот, подготовка к визиту идет, официальная подготовка, то есть задаются вопросы, согласовываются, все это, поэтому, как это произойдет, так произойдет, сразу узнаем, вот, ну, думаю, что где-то, может быть, в сентябре, где можно поподробнее о гиперколесе Юницкого, из его книги «Струнные дороги на Земле и в космосе», читайте, она сейчас переиздана, так что, что там еще, какой-то пишет еще все-таки деятель, да, ну, друзья, что им еще делать, так сказать, этим недалеким или, так сказать, зависимым людям, так сказать, мы, друзья, делаем свое дело, и сейчас по мере того, как просто график, вот у меня сейчас расписанный на презентации по разным странам, причем на уже уровне высшего руководства, я могу сказать, что интерес к нам растет, то, что мы показываем, вызывает самый живой, неподдельный интерес, и мы запускаем проекты, мы вообще, ну, как бы там, создаем совместные компании, управляющие фонды и так далее, у нас этот процесс идет, друзья, а у дебилов, что идет вопрос, вот, который это пишет, я не знаю, что у них происходит, вообще происходит ли в жизни что-нибудь или нет, мы четко можем сказать, друзья, что мы создаем и мы показываем, мы показываем то, что не может сделать никто в мире, это востребовано, и мне это не зазорно говорить, я, когда сейчас готовлю встречу, вот лично через меня идет подготовка встречи Юницкого с президентом Боливии, по Моралесам, понимаете, то есть, когда мы согласовываем, это на уровне, там, министров, на уровне, нет, я вижу интерес, поэтому приятно, понимаете, сейчас осознавать и чувствовать себя в команде, которая действительно команда созидателей строительства наших дорог, ну, друзья, понимаете, у нас в этом вопросе, у нас дороги все наши, то есть, не важно, где они будут строиться, в Индии, в Индонезии, в Монголии, в Боливии, в Гвинеи, в Уругвае, вот я не зря эти все страны назовусь, а там, где сейчас ведется переговор, ну, уже по созданию запуска адресных проектов, вот, поэтому это все наши дороги, вот, и мы акционеры, вы в куларах, нет, друзья, я не в куларах, я просто вышел из зала, потому что там идет, выступает фронтишек сейчас в зале, вот, а я вот, коли включил презентацию, то тогда, как бы, использую это время для того, чтобы донести информацию, чтобы как-то поделиться, вот, поэтому результаты зашкаливают. Друзья, еще, опять же, я могу сказать, очень многих сейчас вещей я не могу сказать, потому что начинаются уже бизнес-процессы, бизнес, так сказать, и так мы говорим больше, чем надо, потому что, вы же понимаете, мы начинаем вести переговоры, как только мы об этом объявляем, у нас же есть сейчас и конкуренты, реально, которые начинают срывать эти переговоры, мешать, там, компромат запускать, то есть, ну, просто диверсии делать, поэтому очень многие вещи опасно говорить сейчас, поэтому, видите, так приходится несколько витиевата, с одной стороны, это идет, нельзя об этом не говорить, потому что иначе, ну, как можно скрывать, что мы там ведем в десятках странах мира сейчас переговоры-то, но, с другой стороны, мы не можем давать конкретику, вот, как заинтересовать инвестора. Да, друзья, уже, тут, знаете, как заинтересовать, не заинтересовать, тут уже не переживайте, сейчас все идет, там, я говорю, развитием такими, и не зря же уже произносится, что вот сейчас десятый этап перейдем, а потом не исключено, что очень быстро будут этапы меняться, потому что вот сейчас те переговоры, которые здесь, в Словакии, ведутся, в Германии, в Австрии, в Израиле, там, в Канаде сейчас мощнейший фонд, мы сейчас начинаем готовить адресные проекты, и уже возникают, ну, как бы ведутся вопросы о том, что мы будем запускать облигации этих адресных проектов, ну, привлечение под них инвестиций, а фонды будут целиком выкупать целые проекты сразу, то есть, потому что это инфраструктурные инвестиции, и для них это очень-очень интересно, то есть, друзья, опять же, это большая подготовительная работа, мы ее готовим не день, и не два, и не три, то есть, это вот с самого начала, то есть, все три года, которые сейчас идут, мы шаг за шагом говорим, и вот основной итог в Индии, то есть, почему с Юницким там министр так уважительно говорил, несмотря на то, что ему грязью попытались облить там с ног до головы, вот я говорил, что когда он зашел в кабинет к министру транспорта, на столе лежала желтая, ну, там, центральная газета, но которая идет с компроматом из грязи, которую вылили на Skyway на Юницкого, то есть, это же проделанная специальная работа, так вот, он говорит, лично я вас, господин Юницкий, там, мистер Анатолий, как он его называет, я вас знаю, мы с вами познакомились в ноябре, и все, что вы говорили тогда, сегодня все реализовывал, поэтому то, что вы говорили, будете делать дальше, соответственно, это тоже будет реализовано, поэтому здесь это тоже основная сейчас репутация, которая за это время создана, и вот, допустим, скоростной трассой, сегодня она еще только сделан опытный участок, еще не показан ни образец, но уже сегодня начинаются разрабатываться и проектироваться адресные проекты, которые, ну, могу, друзья, по кругу не ходить, просто у меня привычка, когда лучше ходить, могу ходить, могу не ходить, давайте вот так вот встану здесь в очень хорошем месте, вот, так что Алексей сейчас в Москве на очень большой конференции все, что связано с разработкой технологии блокчейна, то есть мы очень плотно изучаем эту тему, мы абсолютно в теме, так, я так понимаю, переговоры в Индии прошли успешно, ну, друзья, если там запущено сейчас уже одновременно несколько десятков адресных проектов, то, конечно, успешно, вот, но из Индии уже, ну, там у нас сейчас у вас есть фермы, но имеется в виду фермы по токенам, нет, пока нет, мы используем, мы работаем и будем общаться с теми, кто уже готов к этому, hello, hello, то есть девушка, девушка какая-то, так сказать, как это, вот, поэтому еще там сбили там с Индией, там, да, с Индии переговоры идут, с Интонезией переговоры идут, и много еще, друзья, где чуть-чуть что-то будем показывать, в Китае давно готово, с Китаем мы пока не работаем и пока не планируем даже не вести переговоров, ни тем более обсуждать строительство конкретных трасс, поэтому пока Китай это находится за пределами, скажем так, наших интересов или нашего общения, вот, поэтому разные причины на это есть, основная ставка, и, как вы видели, Юницкий и встречался с Далай-Ламой, что является очень таким показательным моментом и с представителями клана Махараджи, и с министрами, и с пяти губернаторами, уже, это самое, тут народ пишет, солнечно, ответьте кто-нибудь, бойцу, а то он только подсоединился и хочет сразу за пять минут узнать все, она уже, скорее всего, будет регулироваться более цивилизованно, но этот рынок меняется, мы готовимся и к работе, и к юридической очень серьезной схеме, то есть, к тому, чтобы соответствовать всем требованиям всех регуляторов, которые сегодня есть, поэтому это тоже, друзья, часть работы, часть, так сказать, так, ну что, давайте, такие вопросы еще, как бы, насущные, насущные есть, это самое, я тогда пошел в зал, вот, и где-то через, через часик с небольшим, вот, я тогда еще раз включусь, когда уже будет мое выступление перед инвесторами, оно определенным образом структурировано, и когда еще будут вопросы, вопросы-ответы, тогда, как бы, там тоже посмотрите, какие вопросы задаются, что инвесторов интересует, ну и, соответственно, как на них строятся ответы, вот, сегодня, дальше мы сегодня из Чехии едем в Словакию, вот, и ветровая энергия тоже есть, естественно, что и ветровая, и солнечная, и еще разные виды сегодня энергии, именно возобновляемых, есть, используют, поэтому, наша система вбирает в себя все, и можно сказать, что единственное, что мы можем четко утверждать, по какой цене компания будет делать обратный выкуп, что значит, какой рынок определит, это не компания будет выкупать, а рынок будет выкупать, поэтому, соответственно, как рынок, каковую цену определит, по такой цене и будет производить выкуп. Так, спойлер по будущей модели краудфайдинга, можно, не понял, что такое, пишите в почву, пишите, у меня скайп и почта одинаковая, поэтому пишите, то самое, в скайп, будем общаться, если есть разумные предложения, всегда будем отвечать и общаться. Если, лохотронщик, привет, 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 так, будем смотреть ваши поступления, да, спасибо, так сказать, все это. Так, ну что, друзья, давайте тогда это самое, как ты спишь ночью, очень хорошо. Вчера приехали, прям, так, так, так выспался, так, так, это самое, прям, замечательно. Вот, сегодня еще с утра погулял по Брыно, очень красивый город, очень, так сказать, это черный список его, но сейчас еще раз вылезет, хлопнем его в список, да, так сказать, как бы, то есть, просто это, не всегда успеваю нажать. Так, я на ней IPO, который планируется в компании на конец этого года и начало следующего. Ну, там, друзья, во-первых, это не мы будем, в Австралии нет, в Австралии не было. Обратный выкуп не мы будем делать, а будут делать специализированные фонды, которые будут на этом зарабатывать, выкупая те акции. Поэтому здесь, друзья, это начинается уже рыночная такая работа, и она будет показывать, что спрос на эти обязательства есть. Пока мы не запускаем и не разрешаем обратный выкуп, и это свободный оборот только потому, что у нас есть ограничения от рейса держателя. Вот, к концу года мы эти вопросы решим, как можно вносить записи в изменение реестров, ну, там, конец этого, начало следующего. Тут нельзя сроком, друзья, очень жестко привязываться, мы работаем. Но, как уже говорил, что обязательства, что мы запустим, и тот, кто хочет избавиться от своих обязательств с прибылью, у него такая возможность будет, мы ее обязательно предоставим. То есть не сейчас, не сиюминутно, так сказать, это для нас очень сложный и болезненный вопрос, то мы этого возможно дадим. И тогда мы полностью создадим комплекс, когда эти обязательства будут привлекательными. Потому что сегодня, естественно, мы понимаем, что это очень большой недостаток, что вы их купить можете, а продать пока нет. Но так очень многие сегодня работают. Весь ванкойн так построен, там еще там очень много структур. Мы перед вами отчитываемся, перед акционерами тем, что мы показываем, что мы строим. Мы показываем контракты, которые заключаем. Мы показываем, как это будет капитализироваться. То есть мы не просто так путешествуем по всему миру, мы показываем, что мы с применением технологий, и эти адресные проекты, они будут капитализироваться. Но при этом дать возможность все, кто хочет избавиться, продать эти обязательства с прибылью. Кто купил их, допустим, три года назад, а сегодня хочет в два или в три раза на этом заработать. Такую возможность, соответственно, мы дадим. Она довольно-таки сложно должна быть оформлена. То есть тут юридическая вся часть. Тем более, что сегодня реестр ведет весь независимый реестр-держатель. Поэтому это не так просто все оформить. Но обязательно сделаем и обязательно запустим. И вот как сейчас у нас подготовка вся идет, и юридической схемой, и финансового сопровождения, что есть определенная уверенность, вот как я уже говорил, не дурите людей, нет, не дурим. Соответственно, до конца этого года у меня есть такая уверенность, что мы это сделаем. Может быть, если будет сложность эта, то это перенесется на первый квартал 2018 года. Но это обязательно возможность возникнет. Точнее, мы ее создадим, чтобы четко понимать, что все, кто имеет обязательства и хочет от них избавиться, то есть не проиграть и не потерять свои деньги, а получить с них прибыль, вот, значит, у него такая возможность будет. Какая прибыль, друзья, это покажет рынок. То есть однозначно я могу сказать, что те, кто инвестировал, эта прибыль будет больше, чем инфляция, больше, чем годовые, которые давали банки. Это можно сказать однозначно. А вот какую прибыль вы на этом получите, это уже определит, соответственно, рынок. Все события, отчет перед инвесторами на уровне. Ну, друзья, для этого мы стараемся и работать, для этого мы создали все информационное поле, потому что вот эти вот информационные открытости – это единственный наш отчет, который мы можем сделать. Потому что если мы не будем показывать, что мы делаем, то есть вот эти вот конференции, которые сейчас идут, если мы не будем показывать, что мы строим, мы не будем показывать адресные проекты, то может возникнуть ощущение, что мы ничего не делаем, и те инвестиции, которые идут, они идут куда-то не туда. Сегодня после Экофеста всем очевидно, что все, что говорили, сделали даже больше, чем обещали, что спрос на эту технологию идет, адресные проекты идут, контракты сегодня заключаются, все это идет по нарастающей, просто я говорю, вал новостей, которые сегодня будут, и с кем предстоит Юницкому встретиться в ближайшие полгода, друзья, это, я могу сказать, это несколько десятков лидеров государства. То есть это реально встречи с первыми людьми государства, потому что у нас процесс сегодня, который построен, адресные проекты, которые мы запускаем, первое, что мы сразу ставим условие, чтобы было подписано соглашение с первым лицом в стране, потому что без этого двигаться дальше бесполезно. И дальше мы говорим, что пока на этот уровень не выходит, мы просто больше не двигаем. И поэтому сейчас те страны, которые я называю, это значит то, что там готовится именно соглашение на самом верхнем уровне, другого мы не рассматриваем. И это, друзья, ответственность перед вами, перед акционерами, потому что если мы говорим, что мы сегодня придем там, как в Литву мы в свое время пришли, а дальше кому-то упала шлия под хвост, и нас оттуда выгнали, три года, и там два с половиной года еще пришлось доказывать и судиться с этими деятелями. Поэтому зачем нам такие вещи? Мы идем туда, куда нас зовут, Путин в курсе, не в курсе, понятия не имею, в курсе или не в курсе. Когда Путин позовет или будет возможность встретиться, презентовать и подписать соглашение о строительстве, значит пойдем туда. Пока, друзья, мы ведем переговоры с Монголией, с Вьетнамом, Боливией, Ургваем, Гвинеей, Индией, Индонезией, Филиппинами, еще, так сказать, куча стран, которые, Израилем даже, вот, то есть это со всеми остальными дними. И, соответственно, в Индию стали ездить, и это только тогда, когда появились контакты, и уже встречи с губернаторами, потом с министрами, с крупным бизнесом, все процесс идет. Так, соответственно, Боливия нормальный инвестор. Боливия, это, я говорю, там очень интересно, то есть сейчас вот туда планируется поездка, туда, правда, очень сложно лететь, там 30 часов с четырьмя пересадками. Вот, я как-то заикнулся, что Виктору надо лететь, он сразу сказал нет. Общайтесь по блокчейну, да, по блокчейну мы активно работаем, делаем, изучаем этот процесс и смотрим. Со временем мы обязательно перейдем на технологию по блокчейну, обязательно перейдем. Когда это требует большой подготовки, очень серьезно, и мы эту подготовку делаем. Вот, соответственно, мы ведем и традиционную работу, кто смотрит вебинары, обучающие такие по финансовой грабости Виктора Тарасова, то есть вы видите, что мы и работаем, готовимся и запускаемся по классическим схемам, с акциями, с облигациями и так далее, с традиционными биржами, фондами, банками, так сказать, это работа активна. Вот, и также прорабатываем вопрос именно с применением уже технологий блокчейна и с применением криптовалюты, потому что это растущий рынок, это перспективный рынок, и естественно, что со временем мы будем к этому готовы. Так, что не устраивает, не знаю, так сказать, ну все, сука, пока я не готов, но пока скромно летаем рейсовыми самолетами, такой необходимости нет, со временем, друзья, посмотрим, может быть, будет необходим. Крипто государство не любит. Да не совсем сейчас, друзья, в Белоруссии готовится целое направление, целый указ, там не то, что легализуется, а там делается ставка на крипто и валюты, и направление на блокчейн, так что не сказал бы я вам, что государство крипто не любит, смотря какие. Есть государства, которые к этому относятся очень и очень серьезно. Вот, поэтому вот мы сейчас, допустим, там для ряда государств вообще готовим там финансовую систему, которая будет полностью базироваться на криптовалюте и на блокчейне, то есть и они к этому готовы. То есть это тоже, друзья, в будущем там, в таком не очень отдаленном мы с вами увидим. Ну все, друзья, там, давайте это самое, подглянем, как там выступает Франчесик. Вот, я вам просто покажу, видите, это мере. Видите, презентация идет полным ходом, Францисик, он показывает фотографии Юницкого с Далай-Ламой, вот, то есть, так сказать, все, 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 все идет так, как, все, как идет, так, как есть. Поэтому, видите, у вас есть возможность немножко, как бы, в кулуарах или посмотреть со стороны, как, как идет. Потому что можно было, конечно, поставить, ну, сделать перевод с переводчиком, ну, во-первых, мы тогда в зале бы мешали, что перевод сбивает, как бы, говорит, ну, а во-вторых, друзья, вы, наверное, уже все, кто знает, вы презентацию видели не раз с Франтишика Солара, и зачем их сейчас, как бы, там, делать, тем более, что на сайте, на их все есть, кто интересуется или кто хочет посмотреть, можно всегда это увидеть. Так, ну что, друзья, видите, у нас получился, я считаю, неплохой такой репортаж, почти на 40 минут, так что работа идет. А у нас сегодня еще вот тут сейчас будет презентация, вот, потом будут переговоры здесь с двумя крупнейшими фондами, вот, которые сейчас готовят большую программу, большую работу с президентом Урубея, вот, не исключено, что в ближайшее время туда даже по поводу трудоустройства в залу, пока ничего не могу сказать, друзья, трудоустройство в залу, это все-таки прерогатива генерального конструктора, генерального директора, там, там своя работа, вот, мы все-таки занимаемся несколько другой работой, когда будут голопрограммы, когда, как будут презентации проводить, ну, друзья, будущее поменяется очень быстро, и все будет, мы представляем, как, и в выпущих чертах, наверное, тоже, поэтому все-все расскажем, так что все будет просто-просто замечательно. Вот, ну что, друзья, давайте, на этом я сейчас делаю перерыв, еще раз, кто только подключился, это из Брыно, замечательный город, Чехия, второй по величине город, очень замечательные люди, европейская конференция, здесь представители Чехии, Словакии, Венгрии, два представителя я видел из Италии, значит, из Сербии, вот, поэтому, работа идет, и, соответственно, объем наших работ мы вам будем показывать. Все, друзья, перерыв где-то на часик-часик с небольшим, я за 10-15 минут анонс кину, то, что будет, скорее всего, вот, видите, уже, кофе-пауза, видите, уже, так сказать, кофе готово, видите, замечательные вот такие плюшки, так сказать, вот такие и вот такие, да, то есть это вот сейчас после фронтишека будет перерыв, вот, поэтому, друзья, после перерыва уже будет моя презентация, ну, не презентация, последние, как бы, последние такие новости и вопросы-ответы. Все, друзья, до встречи, работаем, видите, так сказать, суббота, как всегда у нас, друзья, презентация, рабочий день. Строй Skyway, спасай!